Эта шлока, которую ребята сейчас рассказали, Ачария Мамви Джаньян, была поведена Уддаве самим Кришной. Что сказал Господь? О Уддава, Ачария Мамви Джаньян. Приятного города спрашивают, помните эту шлоку? Важно запоминать шлоку, например, завести отдельную тетрадку, и не только харикатху слушать, но и учить высказывания с писания. Малыши, например, сколько шлок уже выучили. Старайтесь тоже каждый день учить по одной шлоке, хорошо? Итак, Ачария Мамви Джаньян. Кришна говорит о Уддава, Ачария. Как хотелось бы понимать Ачарию? А кто такой Ачария для начала? Ачинатия Хаша Срартхам, Ачары Схапая Тяпи. Своям Ачарата Ясмя, Ачария Стэна Гетита. Определение Ачарии. Ачарий именует того, кто сам следует всему должным образом, и также совершает прачар, проповедь, учение о Бхакти. Есть те люди, которые только практикуют сами, но не проповедуют. Есть те, кто проповедуют, но сами должным образом не следуют. Однако Ачария – это тот, кто и сам должным образом следует духовной практике и совершает прачар, проповедует. Прабхупада говорил, что если мы не практикуем нормально, но пытаемся других убедить и решать духовную практику, то наши слова не возымеют действия. Почему? Наши слова не будут обладать весом, потому что мы сами не следуем тому, что говорим. Поэтому нужно самому следовать тому, о чем мы рассказываем. Итак, Ачария – это тот, кто сам следует духовной практике и проповедует. И Кришна рассказывает Удаве, как же относиться к Ачарии, к тому, кто сам совершает духовную практику и проповедует. Как воспринимать его? Такого Ачария следует считать рупой Господа, его проявлением. Утром мы поем, например, гурвал-штуку. Как она начинается? Самсара-дава на лалида лапа. Цитата. Мы предлагаем пранамы Паконы. Он вызволяет нас из материальной жизни, где мы горим, словно в лесном пожаре. Почему материальная жизнь, страдания в ней сравниваются именно с лесным пожаром? Потому что обычный пожар можно легко затушить, но лесной пожар практически невозможным. Как можно затушить лесной пожар, только если польет очень-очень сильный дождь? И гуру проливает на нас такую дождь, своей милости. То есть материальный мир подобен... Нет маленького микрофона, плохо слышно, гуру Дева. Материальный мир подобен такому огню, где мы горим, страдаем. И поэтому приводится такой пример. А гуру Дев вызволяет нас из этого огня, из огня проблем. Проблем с телой, с умом, с семьей, с деньгами, с работой и так далее. Наш ум постоянно обеспокоит нас. Семейные трудности возникают. Ругаются между собой братья, сестры. Разные другие трудности подстерегают нас на жизненном пути. И вот этот огонь жжет нас. И кем является гуру Дев? Он предстает как воплощение милости Кришны, Господа. Сострадание Всевышнего принимает облик гуру Дева, чтобы помочь нам. Поэтому говорится, гуру Брама, гуру Вишну, гуру Дева Махешвара, гуру Сакшат Парам Брама, Тасмай Шри, гуру Венамаха. Гуру является... Гуру сравнивается с Брамой, с Вишней, с Шивой, с Самим Парабрамом, с Высшим Господом. То есть такое отношение должно быть у нас к гуру, как представителю всех полубогов и самого Господа. Ведь гуру — это рупа, олицетворение милости Господа, Его сострадание по отношению к нам. Итак, Кришна объясняет Ордаве, такое Ачарья, как должен рассматриваться? Мам Ви Джаньян, как неотличный от меня. Когда Ачарья, гуру, нисходит в этот мир, следует относиться к нему так, как будто сам Господь не зашел, чтобы помочь нам. Поэтому никакого неуважения не следует проявлять по отношению к духовному наставнику. В шастрах описывается, что если мы не слушаемся гуру Дева, пренебрегаем его указаниями, то все наше обучение будет бесплотным. Например, для чего фермер держит корову? Чтобы она давала молоко. Он не просто так же ее кормит, заботится о ней. Подобным образом мы можем изучать Священное Писание, то есть как бы заботиться о корове, как в этом примере первом, но толку не будет. Молока не будет. Почему? Потому что мы пренебрегаем гуру Девам, не ослушаемся его. И сколько бы мы шастрах, Писание не изучили, не будет подлинного блага. Кроме того, гуру не следует считать обычным человеком, простым, смертным. на марте, на марте, Бог Ясуета. Кришнадас Квырячка с вами говорит, Акела Ишвара Кришна. Есть только один Ишвара, один Всевышний. Это сам Шри Кришна. Он Малик. Он Владыка Мироздания. Все остальные его севаки, его слуги. То есть, согласно Татвии, Господь только один. Это Кришна. Все остальные ему служат. Все остальные являются его детьми. Тумева Мать и Чапи Татумева. Господь для меня и мать, и отец. То есть, Господь один. Все остальные его слуги, его дети. Поэтому, Гур тоже является Сыном Бога. Однако, Шиши, ученик, как должен воспринимать своего Гуру Дева? Несмотря на то, что Гуру тоже частичка Господа. Тоже Сын Господа. Япи Амара Гуру Чаттаньирадас. Хотя мой Гуру Чаттаньирадас, слуга Кришны, как ученик воспринимает? Татхапи Джами Амитахара Пракаш. Что он Пракаш, проявление Господа. И об этом же Кришна говорит Уда и в шлуге, которые мы рассматриваем. Что не следует Ачарию считать обычным смертным. Необходимо относиться к нему Ачари Мамви Джани Ян, как к самому Кришну. Навамани Такархичит. Никогда не выказывать ему непочтение. Намархия Будхья Суета. Не считать духовного наставника обычным смертным. Потому что, если Гуру будет недоволен нашим отношениям, то наша духовная практика не обвенчается успехом. Гуру – необычная личность. Сарва Дэйва Майя Гуру. Он является воплощением всех полубогов. Кто об этом говорит? Сам Кришна объясняет это Уддаве. Спасибо тем, кто выучил эту шлоку. Вы тоже старайтесь запоминать высказывания из священных писаний. Если вы будете учить по одной шлоке в день, то за месяц, сколько вы учите? 30 шлок. И это очень поможет вам в факте духовной жизни. Плохо слышно из-за того, что тихо, тихо записано. Скорее всего, я имею в виду, что нужно прикладывать усилия и изучать шлоки. Хориклично. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok